Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Большое спасибо, что в такое уже не совсем раннее время нашли возможность прийти и посетить сайд-эвент, который, в общем-то, действительно относительно основного места проведения конференции, можно назвать сайд-эвент и в буквальном и в перевеносном смысле. Конечно же, очень много здесь на форуме можно было услышать и о России, и вокруг форума, и в средствах массовой информации. Поэтому мы собрали здесь панель, я скажу без лишней скромности, действительно выдающихся спикеров, людей, которые влияют и определяют политику и направление развития нашей страны, когда речь заходит о климатических изменениях, о глобальном потеплении и, конечно же, по многим другим вопросам. Поэтому я хотел бы представить вначале наших спикеров. Справа от меня находится Максим Геннадьевич Решетников, министр экономического развития Российской Федерации, Алексей Евгеньевич Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом». Ну а слева от меня находится Вячеслав Алексеевич Соломин, Сергей Михайлович Наприенко. И к нам в онлайне должен присоединиться Герман Оскрич Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк России». Таким образом, мы считаем, что здесь мы собрали очень хороший микс спикеров, которые позволят взглянуть на проблемы климата, как мы их решаем в Российской Федерации, как с точки зрения государства, правительства, так и с точки зрения бизнеса. Это очень важно. Конечно же, в России мы чувствуем на себе изменение климата, и мы об этом говорили в нашем национальном заявлении. Конечно, мы переживаем целый ряд негативных изменений, которые происходят буквально на наших глазах. Поэтому, да, Россия – это северная страна, и, казалось бы, мы могли бы что-то и выиграть от потепления. На самом деле нет. На самом деле в долгосрочной перспективе мы видим проблемы. Мы сегодня уже видим и рост наводнений, лесных пожаров, мы видим деградацию земель, мы видим опустынивание. Конечно же, здесь уже много говорилось на форуме, и все спрашивают про вечную мерзлоту. Она составляет почти 70% территории нашей страны, и, конечно же, она содержит значительные запасы парниковых газов, которые могут выйти наружу в случае, если эта мерзлота действительно начнет таять. Ну, а для нас, помимо всего прочего, конечно же, здесь очень большая опасность, что значительное количество нашей территории будет подвержено процессам эрозии, и наша инфраструктура будет подвержена этим негативным процессам. Наши города, которые там находятся, все это влияет на жизни людей. Поэтому Россия совсем неравнодушна к этим проблемам. Наоборот, мы стараемся их решать, и здесь предпринимаются очень значительные усилия. Собственно, мы попросили Максима Геннадьевича, Решетникова рассказать о том, какие усилия предпринимаются правительством Российской Федерации для решения проблем климата и глобального потепления. Тут кто-то из нас будет выступать на английском, кто-то будет на русском, поэтому такая вот демократичная атмосфера давайте у нас будет. Решетникова Геннадьевича Геннадьевича, and call for a pragmatic dialogue on the tools to achieve the Paris Agreement goals. It means for us that we should look for the most effective ways to reduce emissions and make low carbon development a source of growth and diversification of economies instead of an obstacle to them. I will briefly introduce our priorities at COP26. Firstly, we advocate for the principles of technological neutrality. It means that we should not discriminate against any emissions reductions based on such low-emission technologies as, for example, nuclear and hydropower. If a technology, solution, or project allows reducing net emissions, it should be recognized as a real reduction. Secondly, we strive for the mutual recognition and free circulation of carbon credits issued from the emission reduction and removal projects. It's crucial to count emission reduction and removals where it would be more profitable and more efficient to implement projects. What really matters to tackling climate change are the real reduction and removals more than by whom and or how they were managed. Thirdly, we consider it reasonable to exempt emission reductions and removals projects from sanction and unilateral restrictions. There is no place for such sanctions in the world of fair competition and even more so in such a vital issue as climate change. Finally, with regard to the implementation of the Paris Agreement, it's important to agree on the working mechanism under Article 6. We believe they should take into account the above-mentioned principles and the specifics of the forest projects. Removals are equally important to tackle climate change. This will help us to achieve the announced goals. I would like to stress the parties to the Paris Agreement do not need new goals. They need tools to achieve those already declared. Russia has set national emissions reduction goals for 2030 and 2050. The 2030 goal was included in the first national determined contribution of the Russian Federation. The 2050 goal was incorporated in the 2050 low emissions development strategy. When formulating the strategy, we also assessed the opportunities and expected outcomes of setting a carbon neutrality goal. What we are doing in practice? We are implementing the National Plan for Climate Change Adaptation. Now, more detailed sectoral adaptation plans are under development. In July, we adopted the law on limited greenhouse gas emission. It lays the foundation for our climate regulation. What particular tools does this law provide? Firstly, it provides mandatory greenhouse gas emission reporting for large emitters and the framework for voluntary emissions reporting. Independent experts are those who are supposed to verify these reports. That is why the law enables the market for climate-related verification services. We expect to issue accreditation for the first validation and verification borders later this month, but now we have the news that the first verification and validation bodies were approved nowadays. They will be tasked with verifying greenhouse gas emission reports. We are also working to make Russian validation and verification bodies recognized on the international level. Secondly, the law introduced the system of voluntary emissions reduction projects and a carbon offset market. We see this regulation relevant in terms of mechanism under Article 6 of the Paris Agreement. At the same time, we are looking into how other carbon regulation tools can be applied in Russia. For example, a cap-and-trade emission trading system, ETC. Our first regional ETS pilot in the Sakhalin region seeks to reach carbon neutrality by the end of 2026 and is almost ready to be launched. In particular, we are now finalizing our detailed action plan and discussing the methodology for quarter allocation with businesses and expats. Russia has enormous potential for zero- and low-emissions power generation and certification. Our green electricity certificate plans would allow companies to achieve verified reduction of their carbon footprint. The government adopted the national taxonomy of green projects, which includes both the green and transitional projects. We also adopted several concept documents aimed to establish the development framework for new net-zero sectors, namely the hydrogen industry and electric transport. All these documents comprise the first national climate package that is essentially the first practical step to implement our low-emission development strategy. The primary goal we set in the strategy is to ensure economic growth in the face of the global energy transitions. To achieve this goal, we should both tackle new challenges and use new opportunities offered by decarbonization. That's why our strategy not only sets a goal, but also lays out an implementation plan. Business as usual does not imply any additional efforts, while intensive action implies active decarbonization measures. The one we set as a target scenario is intensive action, because it better meets the national priorities. By 2030, implementing intensive decarbonization measures and enabling emission reduction and removal projects will allow us to decrease the carbon intensity for our economy at a faster rate. After 2030, these efforts will promote structural economic shifts while maintaining stable GDP growth rate, at least 3% per year. In particular, we expect our expat to become more competitive. This will allow us to secure enough fiscal space to implement active social policies and keep the high level of the real income of the population. We also expect the structure of the economy to become post-industrial and economic growth more decoupled from emissions. Decarbonization measures will compensate the increase in emissions. The total effect by 2050 decreases in emissions up to 300 million tons. To ensure decarbonization, we plan to rebalance the energy mix in favor of zero- and low-emissions nuclear energy and renewables. Russia is actively replacing the absolute energy generation infrastructure and launching new low-emissions capacities. Among these efforts are government support for the localization of renewables as well as R&D in nuclear technologies with a lower carbon footprint than renewables. By 2050, we expect a 1.6-fold increase in gross national electricity generation, with the share of zero- and low-emissions energy sources rising from 40 to 54%. We also plan to increase steam and co-generation capacities, decrease associated natural gas leakage, modernize the gas transportation system, and develop electric and gas engine transport. What's also important is to introduce best available technologies in industry, as well as raise the efficiency of heat and cold supply and build new buildings with high energy efficiency standards in construction, housing, and public utilities. At the same time, we pay special attention to protecting and improving the quality of natural sinks of greenhouse gas, especially forests. The importance of these efforts is highlighted in Article 5 of the Paris Agreement. We take it rather conservatively. We expect to maintain the current level of removals capacity, and we plan to further increase by introducing additional measures. In total, we expect 1.2 billion tons. Preliminary calculations show that the potential removals capacity can reach an unprecedented 2 or maybe 2.5 billion tons of CO2 equivalent per year due to additional measures to protect natural ecosystems. Russia has also a significant potential in the use of technologies for carbon capture utilization and storage. Russia companies are already designing and testing solutions in this area. Implementing measures to decarbonize the economy will allow us to reduce net emissions by 80% of the 1990 level by 2050 and provide by carbon neutrality by 2060. A key question policymakers around the world should answer is who will pay for decarbonization? To this end, it is crucial to ensure sustainable development in the long term. As we witnessed in the European energy market this year, aggressive decarbonization measures require additional investment. We also see risks for many countries. Some of them may face a rise in energy prices, others decline in energy exports, others just started the process of industrialization. The answer we have is making decarbonization a rational development and not an emotional one. We are looking for the balance between our international commitments and domestic obligations to citizens and businesses. In this regard, this year we did our best to optimize cost to implement the strategy by half. This is very important because eventually the consumer has to pay for decarbonization. We believe that our relevant options to reduce costs are expanding international climate change cooperation and enabling free movement of investment in sectoral technologies and projects aligned with the most effective emissions reduction. To conclude, we believe that the above-mentioned measures will allow us to reduce the energy intensity of our economy by two times and its carbon intensity by six times as well as achieve both national emissions reduction goals and ultimately carbon neutrality by 2060. Russia is open for cooperation on the climate agenda. We would positively respond to any constructive ideas. Thank you for your attention. Thank you very much. 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 Thank you very much for the véto and when achieving this goal is 50-го года почти в два раза, то есть до 1,2 млрд тонн СО2 эквивалента. Для достижения этой цели необходимо реализовать следующие основные мероприятия. Конечно же, это бич современности, это охрана лесов от пожаров, это защита лесного покрова от вредителей и болезней леса, мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению, увеличение продуктивности лесов за счет современных интенсивных практик ведения лесного хозяйства. Помимо прочего, российский бизнес на добровольной основе сможет реализовывать климатические проекты, направленные на повышение поглощения прониковых газов. Необходимая законодательная база для этого Российской Федерации существует. Появление данных проектов ориентировано на развитие рынка углеродных единиц и рост инвестиций в лесное хозяйство. В завершении я хочу сказать, мы поддержали декларацию Глазго по лесам и землепользованию. Она, безусловно, отвечает нашим национальным целям и той существенной работой, которая сейчас проводится по улучшению экологической ситуации в России. Я уверен, что декларация Глазго придаст новый импульс дальнейшему международному сотрудничеству по лесам и устойчивому управлению лесными ресурсами, а также повышению приоритетности лесной проблематики в общей повестке ООН. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый Сергей Михайлович. Россия – это не только крупная лесная держава, но это и, конечно же, энергетическая держава. Поэтому сейчас хотелось бы перейти к вопросам энергетики, которые вызывают… и, конечно же, эта отрасль, она вызывает немало споров в контексте решения проблем климата. Если посмотреть на энергетический баланс Российской Федерации, то он по праву считается одним из наиболее низкоэмиссионных. И это так, не в последнюю очередь, благодаря атомной энергетике. Это современный и чистый, безопасный вид энергии. И о том, каким мы видим вклад атомной отрасли в низкоуглеродное развитие нашей страны, расскажет генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачёв. Тут большая просьба, Алексей Евгеньевич, не забывайте нажимать на кнопку, чтобы переключать слайды. Спасибо большое и за предоставленное слово, и за инструкции. Постараюсь их выполнить. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, начну, наверное, с главного. КОП-26 в качестве одного из своих результатов, на мой взгляд, закончил дискуссию на тему «Должна или не должна быть атомная энергетика в безуглеродно-мировом балансе?». Мне кажется, ответ положительный – да, она должна быть – на этой конференции прозвучал в духе тех решений, принятых деклараций, выступлениях лидеров, ну и в подавляющем большинстве тех информационных сюжетов и событий, которые мы видели и продолжаем смотреть по итогам этого важнейшего мирового мероприятия. Конечно, место, конкретные виды генерации атомной, развитие тех или иных технологий всё ещё предстоит осмыслить, и работа такая идёт, я об этом скажу, но в целом, на мой взгляд, можно разделить историю мировой атомной энергетики на до КОП-26 и после КОП-26, когда эта дискуссия для большинства участников конференции пришла к положительному результату. Причин тому несколько. Очевидный вызов, связанный с энергетической повесткой, с углеродным переходом. Много разных оценок, сделанных нашими коллегами в Европейской комиссии, в Европейском институте, в экономической Европейской комиссии ООН. Так или иначе, на цикле генерации атомная энергетика даёт нулевой углеродный след. На жизненном цикле ядерного объекта всегда или лидирует, или делит первое место, первое-второе место с ветряной или гидрогенерацией, в зависимости от системы счёта, по низкоуглеродности своего следа. Поэтому этот вывод, сделанный разными учёными на разных континентах, на мой взгляд, сегодня очевиден, и в этом смысле невозможно не учитывать в мировом энергобалансе атомную энергетику, как реальный рычаг достижения углеродных целей. При этом я бы хотел подчеркнуть, что Россия показывает здесь вполне однозначный пример сама. На сегодняшний день в Российской Федерации по итогам прошлого года процент генерации электричества 20,3 взнос атомных станций. И принято решение президентом об увеличении данной генерации, данного процента до 25, удельный вес до четверти к 40-му году в электрическом энергобалансе страны будет достигнут за счёт атомной генерации. Кроме этих параметров, то есть прямого углеродного влияния, есть ещё очень важные другие показатели. Это металлоёмкость на 1 кВт вырабатываемой электроэнергии при сооружении объектов АЭС в 13 раз ниже, например, чем у ветропарков. А по замещению территории на 1 гигаватт той же мощности АЭС требует в 34 раза меньше площади, чем, например, такие же станции, работающие на ветре. Причём мы не призываем и не поддерживаем конкуренцию между различными видами зелёной генерации. Более того, сами активным образом развиваем ветряную генерацию, являемся держателями самых крупных в стране и ветропарков, но видим в этом зелёном квадрате солнце, атом, гидрогенерации и ветер, конечно, ответ в том числе и на решение вызовов, которые стоят перед Российской Федерацией. Но без дальнейшего развития, без инновации атомная энергетика ни России, ни мира себя не видит. И мы понимаем, над чем сегодня работают лучшие умы человечества в России и за рубежом в части развития атомной технологии. Во-первых, это замкнутый топливный цикл, который позволит нам увеличить в сотни раз, без приятки увлечения, в сотни раз сырьевую базу за счёт рециклирования многократного возвращения в топливный цикл отработавшего ядерного топлива. Более того, это тоже фундаментальный прорыв, когда топливо отработавшее перестаёт быть отходом, оно становится сырьём для реакторов на быстрых нейтронах. И это не пустые слова. Волшебным образом слово «прорыв» как «большой шаг вперёд» и название соответствующего проекта «прорыв» на русском языке совпадает. Такой проект реализуется в Северске. И уже в середине этого десятилетия мы будем иметь действующий реактор на свинцовом теплоносителе четвёртого поколения с этим самым замкнутым топливным циклом. При этом современные разработки, связанные с малыми станциями, связанные с плавучими иноземными решениями по малой и средней генерации, также имеют в своей референции достаточно большой портфель заказов. Не могу не подчеркнуть, что и важная тема, связанная с низкоуглеродным водородом в повестке дня и мировой атомной индустрии, и Росатома. Вообще, строго говоря, при использовании ядерных технологий мы получаем не просто зелёный водород. Фактически, таким образом мы аккумулируем атомную энергию и можем её перемещать без гридов, можем её накапливать, решая в том числе и проблемы энергоснабжения удалённых территорий. Поэтому у нас есть комплексное решение для удалённых территорий, как связанное с малыми и средними снастями, так и с производством водорода. В присутствии вице-премьера и министра Российской Федерации не могу не вспомнить известную пословицу, трудно её будет перевести на иностранные языки, по-русски она звучит так – «Кто везёт, того и погоняют». В этом смысле правительство не стесняется погонять госкорпорацию «Росатом», кроме инновационных направлений, связанных непосредственно с нашими компетенциями. Мы активно занимаемся промышленными отходами первого и второго класса опасности, цифровизацией нашей страны, развиваем северный морской путь и делаем много других полезных задач, используя огромный потенциал ядерной отрасли. Действительно, у атомной отрасли есть своя специфика. Это определённый класс знаний, это большая династийность в работе, это концентрация в атомных городах. Всего в отрасли работает около 300 тысяч человек, 26 городов в России мы называем атомными. Поэтому это особая политика, связанная с человеческими ресурсами. Для нас человекоцентричная система подготовки специалистов и классных специалистов в атомных и смертных отраслях и людей, активных, умеющих адаптироваться, работать в той системе неопределённости, которая сегодня существует, является особой ценностью. Недаром, наряду с экономическими и технологическими задачами, работа по созданию корпоративной политики, по созданию социально-центричной системы подготовки специалистов, позволяющей раскрывать потенциал человека и его таланты, является стратегической целью Росатома. Мы выигрывали и продолжаем выигрывать первенство России по категориям WorldSkills High Tech. В очередной раз в этом году мы взяли больше всех золотых медалей на национальном чемпионате, вносим свой вклад в копилку национальной сборной. Но я особо хочу сказать, что мы регулярно, по версии HeadHunter, являемся лучшим работодателем Российской Федерации. Ну и не могу не сказать, отчасти замыкая начало своего выступления, о том, что мы, конечно, себя чувствуем членами большой атомной семьи. Ещё одно отличие КОП-26 – мы договорились с МАГАТЭ, с Всемирной ядерной ассоциацией, с агентством по атомной энергии ОЭСР, с нашими партнёрами из Франции, Великобритании, Венгрии, что выйдем единым фронтом на эту конференцию и вместе будем отстаивать под эгидой наших международных организаций свои точки зрения, свои позиции. И я просто, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших партнёров из зарубежных организаций, из национальных ядерных отраслей и предприятий за ту слаженную позицию, которую мы продемонстрировали на КОП-26. Уверен, что завтрашний КОП-27 начнётся на следующей неделе. По крайней мере, мы в своём коллективе уже на следующей неделе будем подводить итоги этой конференции и готовиться к новой. Как говорили в советские времена, пользуясь случаем, хочу заверить правительство и руководителей страны в том, что Росатом готов и в дальнейшем вносить свой посильный вклад в развитие повестки дня российской делегации. И хотим отметить действительно большое внимание, которое было продемонстрировано к нашей профессиональной тематике, к мировой атомной повестке, как в ходе всей конференции КОП-26, и так и в режиме работы нашей делегации. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич, за такой подробный рассказ об подходах Росатома к вопросам климатической повестки. Конечно же, у атомной энергетики есть одно важнейшее преимущество. Она способна обеспечивать надёжное и бесперебойное обеспечение потребителей энергией. И при этом действительно вы являетесь одним из самых чистых источников энергии. Ну и, конечно же, сам Росатом – это удивительная компания, которая занимается не только энергетикой, но и делает много других, решает много других задач, полезных для человечества, без чего современный мир просто невозможен. И мы в своих обычных жизнях даже порой не отдаём себе отчёт о той важной роли, которая сегодня играет атомная отрасль в жизни людей. Конечно же, мы должны понимать, что зелёный переход влияет абсолютно на все сферы жизни. И для того, чтобы те грандиозные проекты, которые есть и у бизнеса, и у государства осуществлялись, необходимо финансирование. Так наш мир устроен. Необходимые инвестиции, значит, необходимо, чтобы соответствующим образом работала финансовая сфера, чтобы финансовая сфера была нацелена на стимулирование развития, именно зелёного развития. Здесь, опять-таки, на конференции этим вопросам очень много внимания уделяется. Конечно же, мы говорим и о том, что доступ к финансам, когда речь заходит о решении климатических проблем, проблем повышения температуры, не должен быть ограничен никакими рестрикциями. Те, кто ограничивает этот доступ, фактически создают угрозу для человечества. Поэтому мы выступаем за то, чтобы финансирование было вне всякого рода рестрикций и ограничений, особенно зелёных проектов. Герман Оскарич Греф, который я вижу на связи, по крайней мере, у меня перед глазами монитор, который говорит о том, что видео нет, но есть звук. Председатель правления Сбербанка России как раз и расскажет о тех инициативах, которые сегодня есть у нашего крупнейшего банка, именно с точки зрения поддержки и финансирования зелёного развития проекта, в том числе в нашей стране. Герман Оскарич, если вы нас слышите, то пожалуйста. Нет. Просто у меня светится зелёный, что звук есть, и он слышать нас должен. Подождите, давайте мы сперва выступим все, а потом уже будут вопросы. Обычно. Давайте тогда пока перейдём. Там какие-то проблемы есть с подключением, очевидно. Я бы попросил тогда уже нашего следующего докладчика, Вячеслава Соломина, директора компании EN Plus Group. Фактически он тоже представляет энергетическую отрасль. И здесь, конечно же, тот переход, о котором мы говорим, он никогда не свершится, если в него не включатся все отрасли экономики, которые традиционно считались углеродоёмкими. Поэтому как они смогут преобразиться, как они планируют преобразиться, как они преображаются, как они планируют достичь тех климатических целей, которые все от них ожидают. Пожалуйста, Вячеслав. Я попробую рассказать по-английски, если позволите. Спасибо большое за возможность здесь поговорить. Я хочу поговорить с вами. Я хочу поговорить о том, как мы видим, что это не только пара компания. Это практически-интеграде пара компания с алюминиемом вращениях. В факт, мы были номер один алюминием продукции в США. Before China developed as много как они дали, мы были номер один алюминием продукции в мире. И просто потому, что мы являемся глобальными компаниями, мы должны посмотреть, не только в России, мы должны смотреться на то, что происходит в других частях мира. И как вы все слышали на этом форуме, все остальные вопросы с тем, что все обращаются с газом, и все обращаются their own zero carbon strategy stretch into 2030, 2050. And so we did. And you can see a lot of industries took their strategies and they all pretty much aim to reduce the emissions to zero well below the levels which they would have economically, Which is a puncture line on this slide. And going back what the future may look like. Well, so far there is no consensus. Before this year, there was impression that it will be totally green scenario. But now what we can see, in addition to renewable power from what is considered classic renewable power, we see the increased role of nuclear power. And we think that element will replace fossil fuel in majority of the countries. And the transition that we are experiencing in the world, basically means that the amount of renewable power and total electrification of the world will increase by several times by 2050. And that means all kinds of renewable powers will be in demand globally. And you can see what's happening is, just because the technology develops so much, the cost of new built power plants, renewable power plants, is pretty much comparable to what, to the cost of electricity produced by coal-fired power plants, say in Australia, which has one of the cheapest coal source in the world. So that means for our company, which is basically the smelters, aluminum smelters powered by hydropower power in Siberia, we see the competition, increased competition from other companies in our sector. They were previously producing aluminum, say, in the Gulf region, based on gas-fired power plants. But now, what you can see, their partial is switching to solar power. So you have solar power smelters. And introducing the hydrogen, the solution, too, to replace the residual natural gas. So that, with the cost, you can see, that constitutes a lot of competition to us, which we were previously basically enjoying the benefit of hydropower built in Siberia. And what's important, we think, especially for us, because we sell the majority of our product to other markets rather than Russia, there is a market pool. So the customers, the end users of the aluminum, are requiring low-carbon products. And in that turn, their customers, like the buyers of cars and the cans for soft drinks, they are requiring recyclable and low-carbon product. So that goes back to us through the whole value chain. So we look at the mining, we look at the producing the alumina, we're looking at the smelters through the whole value chain. And we set our targets by 2050 to become net zero in terms of carbon, and by 2030, reduce the emissions by 35%. And we already have progressed along this way. We have a special brand of aluminum called Allao, low-carbon aluminum. And also, in addition to that, we're planning to have a wide-scale recycling program to enhance this brand. And there are various challenges that we are facing. Essentially, as I said, everybody is pretty much going this way. So in steel industry, in aluminum industry, in other industries. And we have to be intact. And because of the energy transition, it's sort of a self-propelling mechanism. So energy transition requires, say, more aluminum. And more aluminum requires more renewable power. And then go circles and circles. And in essence, the cost of production in many industries increases. So we always have to look at keeping our competitive advantage over other companies just due to our vertical integration. But just because the renewable power gets cheaper every day, so that gets harder every day, too. And also, I would like to mention that we see one of the largest impacts from China, especially on our company. So China is getting more concerned with using the low-carbon aluminum, too. They've been stopping all the aluminum smelters. They've been shutting down the coal-fired plants. And we see, which we didn't see before, the increase of aluminum cells to China, which so far Chinese cannot produce enough for them of low-carbon aluminum. So that represents the unique opportunity to us. And just to repeat, yes, there is new opportunity in the hydrogen. It's a great source of energy. And, but there is, there are some issues in transportation. I'll talk about it a bit later. And as I said, we draw the plan to 2050. And you can see, we can, we basically go to zero. And we introduce all kind of measures we can imagine. We change the technology. We change our source base. We do forest projects just to compensate whatever we cannot abate otherwise. We develop new renewable sources, hydro, and we are planning to go into more in various kinds of regions. So that, that effectively brings us to our target and makes us more competitive compared to even in shorter term. And just to be, to give you example, like one of the first things we are going to do, we plan to do, we are going to switch from all the technology that some of our plants are using to invest approximately $5 billion in that over the next few years. And that would cut our emissions by far, just, just for that. And after that, what we are going to do, that's the first step. Second, we are going to roll out our innovative R&D technology called inert anode. Basically, it's the metal anode replacing the carbon anode so it doesn't burn and emits CO2. It emits pure oxygen instead. So that's the next step. After that, we are going to employ more technologies. And just because we have facilities in other places, say, we have the aluminum refinery in Ireland, so that could be powered by, even though it requires a lot of steam, it could be powered by the wind generation in Ireland. Or our facility in Siberia, which currently is powered by coal, so that could be, hopefully, if there is natural gas, will be a switch to gas and later to hydrogen. And in our power segment, we also look at what business opportunities, opportunities this transition gives to us. Well, first, we are going to increase our capacities in renewables. And just because there is not always a match where the demand is and where the capacity is, so the hydrogen represents great opportunity to store the energy and transport it elsewhere. Otherwise, sometimes it's not feasible to build the power line, but hydrogen allows us to transport this energy. And just because there are so many issues in doing that, and people are talking about the ammonia projects, there is a methanol project, various types of what we can do. We also decided to participate, and we have an alloy which is particularly resilient to the influence of hydrogen on material. And we plan to develop the 40-feet container to transport liquefied hydrogen, which can keep it for like 40-45 days. That would allow to distribute hydrogen to local end users and potentially move it on ship, so it will be universal to transporting it by ships, by railway, and by cars. So that could give us some universal exposure. And to use that technology here and on other markets. And also, it's important to say that we also care about the places where I operate. So one of these, some cities where I operate, they are not enjoying great ecological situation due to emissions, due to their geographical position. And we think it will be very wise to create local clusters of local use of hydrogen, say, in public transportation. And to do that, we're first planning to switch our own fleet of buses to hydrogen, then to propose to local government to participate in this project, so to improve the quality of life. So we see there is no decision to be made whether to move along this pathway. I mean, all the decisions are already made, and it's just the way we have to select the ways to make this transition, not to harm ourselves. And that's what we are doing, and we're thinking about it every day. Thank you. and I think that's what we have to think about the cost of energy, that's what we have to do. And that's what we think about it is already because the connection to energy, the answer is a very important component of energy, and a very important component of the technology. And so that you really don't have to think about it, and you decide this task, it's really, I believe, that everyone is in its presence, it's more optimism, Что действительно это состоится. Я все еще не теряю надежду увидеть и услышать Герману Оскаревича Грефа, но вот экран, который передо мной, говорит, что он не на линии. Все-таки, конечно, без финансов ни один из проектов не решается. И нам бы очень хотелось послушать Герману Оскаревича. Я знаком с его презентацией, и он хотел представить в том числе и новые зеленые инструменты, которые сегодня разрабатываются и Сбербанком, и которые сегодня начинают предлагаться Сбербанком. Поэтому, конечно же, лучше Германа Грефа об этом никто не расскажет. И он очень известный, он умеет доносить до аудитории именно мысли свои, как никто другой. Действительно, он всегда, работая с Германом Оскаревичем, в течение нескольких лет много раз был свидетелем, как он зажигал людей и, собственно, направлял их решать задачи, которые, в общем-то, казались всегда нерешаемыми. Но Герман Оскаревич, он обладает этим качеством. К сожалению, вот сейчас его сотрудники, насколько я понимаю, решают проблему подключения. Но, знаете, пока давайте воспользуемся этой паузой, потому что, слушая Максима Геннадьевича Решетникова, честно говоря, мне было его жалко, потому что ему выпала незавидная задача. Вот буквально вот так вот телеграфным методом рассказать о всем, что происходит. И он буквально озвучивал какое-то предложение и дальше переходил к совершенно другой теме. Хотя под каждым из этих буллетов можно разложить огромные презентации и не одну, потому что те инициативы, о которых говорил Максим Геннадьевич, они на самом деле подкрепляются в том числе и нашими дорожными картами. Сегодня мы активно над этим работаем в правительстве, наши ведомства очень активно это все обсуждают. Поэтому, если я бы попросил, может, Максим Геннадьевич, о более таких вот вещах, которые, ну, как говорится, зацепили, если бы мы могли немножко подробнее сказать, скажем, подробнее про переходные проекты. Вы говорили о таксономии зеленых проектов. В чем там особенность? Что это будет вообще? Потому что слова красивые, но вот если подробнее. У нас в этом году, наверное, одно из таких очень больших проектов, который вот дошел до определенного логического конца, это была разработка таксономии для ESG проектов, причем в первую очередь это как раз буква И, это environmental, это зеленые проекты, ну и, конечно, в первую очередь связанный с сокращением выбросов СО2. И для нас, наверное, в чем там такой был очень хороший опыт, мы это делали не по сути собственной инициативе, да, а это были та инициатива, с которой вышел бизнес, вышло банковское сообщество, да, и Сбербанк, и Газпромбанк, и ряд других банков. Вышли крупные компании-экспортеры, как вот ИОН плюс коллеги вышли. Росатом очень активно включился, да, то есть там действительно у нас в этой рабочей группе было более 50 представителей. Вот, и действительно в обсуждении с ними мы сделали таксономию, которая с одной стороны учитывает все наилучшие западные практики, да, и включает вот те самые зеленые проекты. И на сегодняшний момент там была одна такая инновация, на которую мы абсолютно сознательно прошли. Мы к числу зеленых и низкоуглеродных проектов отнесли атомную энергетику в полном, значит, в полном объеме. Вот, и на сегодняшний момент наша таксономия признается действительно международными организациями в этой сфере. Вот буквально недавно, как бы, да, значит, разработчики стандарта признали, что да, это правильная таксономия. Вот, но в то же время мы понимали, что вот если мы включим туда только то, что жестко соответствует вот этим вот западным стандартам, европейским стандартам, то останется большой пласт проектов, важных для нашей экономики, связанных с традиционной экономикой, с углеводородной экономикой, с добычей, с переработкой и с углем, и с газом, и с нефтью. Вот, но они для нашей экономики важны, может быть, они не такие зеленые, но они существенно сокращают выбросы, они улучшают экологию. Поэтому мы вот этот вот класс проектов переходного периода определили, так называемые transitional projects, вот, и туда отнесли как раз все, что связано и с улавливанием газа на, значит, при выработке энергетики, и как раз все лучшие технологии, это либо НДТ, либо технологии, которые дают более чем 20% прирост эффективности и в добыче газа, в переработке, в угле и так далее, и так далее. Вот, и это дает нам возможность двигаться дальше. При этом, конечно, у нас сейчас такой большой, большая развивка, кстати, идет большая дискуссия. Вот мы сделали таксономию, спрос есть большой и у компаний, и у банков, да, должны ли мы дальше как-то, так сказать, дополнительно поддерживать внедрение этих проектов, да, или мы исходим из того, что мы создали инструмент и сам бизнес уже достаточно стал взрослый, чтобы предъявлять спрос на такие проекты. Здесь у нас сейчас идут дискуссии, лично я сторонник того, что, ну, это пользуется спросом, поэтому каких-то специальных дополнительных инструментов, может быть, и не надо, но вот у меня коллеги из моего министерства, в том числе, они считают, что мы еще какое-то время должны дать дополнительные стимулы. Это тот вопрос, который мы обсуждаем сейчас с Министерством финансов, с Центральным банком, который очень активно в это идет, с банками. Но в любом случае, вот будут дополнительные стимулы или нет, мы уже сейчас видим, что проекты идут, проекты выпускаются, то есть таксономия пользуется спросом, и регионы размещают бумаги, и компании готовы, вот и крупные компании еще раз подтверждают готовы. Вот я считаю, что это такой очень хороший один из проектов, да, один из тех буллетов, как вы сказали, из многих буллетов, который реализован. И, наверное, еще раз подчеркну, особенность и вот этого нашего проекта, и многих других, наверное, в том, что, во-первых, правительство работает очень широким фронтом, да, то есть это не одно министерство, не министерство экономики, не министерство природных ресурсов, не министерство энергетики, да, это вот действительно там десяток ведомств, которые очень плотно взаимодействуют, реализуют эти проекты. И центральный банк вместе с нами, потому что коллеги тоже, и бизнес-сообщество, причем бизнес-сообщество – это и банковское сообщество, и компания реального сектора, и государственные корпорации. То есть можно сказать, что это такое действительно системное движение в нашей стране, которое вот за последние, наверное, полтора-два года обрело какую-то, ну, такую собственную по-хорошему инерцию, которая вот уже со саморазвития, я бы даже так сказал. Максим Геннадьевич, спасибо большое. И прежде чем вот идти дальше, вы знаете, я, может быть, немножко внутреннюю нашу кухню открою. Когда мы готовились в Глазго, конечно же, одним из вопросов, который у нас возникал, это насколько мы амбициозны в своих обязательствах. И действительно было очень много споров на эту тему. Мы неоднократно собирались. Вот все-таки, как человек, который в значительной степени был на своде, когда шла разработка стратегии, вот, может, и не вас надо, конечно, об этом спрашивать, но тем не менее, как министра экономического развития, насколько амбициозно это все получилось? Знаете, боюсь, может быть, мои слова немножко рисковато прозвучат. Мне кажется, что у нас амбициозных в климатической повестке много. Вот у меня ощущение, что не все амбициозные четко понимают, как они эту амбицицию будут реализовать. Поэтому мы сделали упор одновременно на амбициях и на ответственности. То есть отличие нашей, может быть, да, там возникают вопросы, что вот 2060 год как-то не очень там звучит амбициозно и так далее. Мы сделали расчеты, мы сделали экономические расчеты, мы понимаем возможности нашей экономики, мы понимаем, что мы не должны достигать вот этой углеродной нейтральности любой ценой, потому что любая углеродная нейтральность будет иметь свою цену, мы должны это понимать. Это дополнительные инвестиции и любые инвестиции в конечном итоге за них платит потребитель. И мы искали баланс, и президент нас на это очень жестко настраивал, что мы в первую очередь должны обеспечить в новых условиях рост экономики и рост доходов наших граждан. И для нас это было первоочередной задачей, когда мы решали задачу снижения выбросов и адекватного российского вклада в общемировую повестку. Более того, я начал с этого доклада, что Россия уже сделала самый большой вклад. Поэтому я считаю, что исходя из нашей ответственности за эти цели, за достижение тех целей, которые мы провозглашаем, у нас весьма амбициозная цель, потому что мы понимаем, сколько труда нам предстоит затратить, чтобы ее достигнуть. Но еще раз подчеркну, что это абсолютно ответственная цель, и мы призываем всех наших партнеров, все наши страны быть как можно более прозрачными, когда они говорят не только о целях, надо говорить, но и о методах и инструментах их достижения. Поэтому для нас вот это очень важный диалог. И главное, главное, чтобы коллеги понимали, сколько и кто за это заплатит. В наших встречах с представителями других стран далеко не все, а точнее очень немногие могут дать развернутый на это ответ. Максим Геннадьевич, спасибо вам большое, потому что действительно здесь ключевое. Это прозрачность, отчетность, и все должны понимать, что происходит, какие усилия предпринимают страны для реализации климатических задач и тех обязательств, которые все на себя взяли. Если говорить о выступлении Сергея Михайловича Наприенко, тут, на мой взгляд, есть два интересных момента. Во-первых, то, что уже является результатом ГЛАЗГа, это декларация по лесному, в сфере лесного хозяйства, которая, несомненно, придаст импульс и международному сотрудничеству в этой сфере. И здесь, конечно же, есть очень большой потенциал для того вклада, который Россия может внести в эту общую большую работу. И в вашем выступлении вы упомянули уже совсем близкую дату, 2024 год, когда, собственно, в 2024 году обеспечение стопроцентного баланса выбытия и воспроизводства лесов будет достигнуто. Да. Вот когда выступает чиновник, то часто он говорит такие вот общие фразы. Но вот что конкретно планируется сделать? Скажите, пожалуйста, потому что до аудитории это тоже надо довести. Это колоссальная работа, которую правительство проводит. Да, совершенно верно. И правительство эту работу, как я уже говорил, в рамках федерального проекта сохранения лесов ведет три года. Ни много ни мало, только с одного федерального бюджета затраты, включая 2024 год, они превысят 40 миллиардов рублей. Что это такое? Это, во-первых, в первую очередь техническое перевооружение нашего лесного хозяйства, наших лесхозов. Все субъекты Российской Федерации уже третий год переоснащают лесопожарные, переоснащают лесхозяйственную технику, обновляют лесопожарную технику. Это десятки тысяч единиц техники и оборудования. Свой результат это дает. В чем мы подведем результат? Да, безусловно, пожары, а мы проходим пятилетний пик горимости, входим в пятилетку достаточно серьезных лесных пожаров. Не только мы, а, собственно говоря, мы наблюдаем это и в иных странах. Поэтому средняя площадь пожара за счет обновления парка, она значительно уменьшилась. Что это значит? Мы быстрее стали видеть, мы быстрее и оперативнее стали реагировать. Да, погода диктует и климатические изменения, потепление, они диктуют, собственно говоря, свои правила. И уже пожары давно перешагнули за арктическую параллель. Если еще пять лет назад пожары на Чукотке или на северах Якутии, в Тундре, они были немыслимые, то сейчас это становится чуть ли не нормой. Если мне память не изменяет, в прошлом году и в этом году на Чукотке, в Якутии температура в 38 градусов плюсом уже никого, собственно говоря, не удивляет. Не удивляет. Это за полярным кругом. За полярным кругом. Снег горит. Я думаю, эта фраза станет итогом этой панели. Так вот, мало того, что техническое перевооружение идет, идет мероприятие по лесовосстановлению. Ежегодно более миллиона гектар проводятся работы на более миллиона гектар по лесовосстановлению. Это искусственные методы, комбинированные способы. Порядка 750 миллионов саженцев выращиваются лесхозами и высаживаются в рамках этих мероприятий. В Российской Федерации помимо государственных мер существуют общественные движения. У нас ежегодно в рамках только акции «Сад памяти» высаживается более 30 миллионов деревьев. Вначале у нас была идея в память о каждом погибшем воине высаживании, но сейчас эта акция приняла ежегодный и постоянный характер. Осенняя акция «Сохраним лес» тоже высаживается более 40 миллионов деревьев. Очень злободневный вопрос пожара. Обычно всегда говорят, трактуют цифрами, иной раз начинается игра глаголами «сгорело», выдергиваются жареные факты. Допустим, в этом году, чтобы это не было передёргами, я сразу скажу, площадь пожаров, пройденная окнём, вернее территория, пройденная окнём Российской Федерации, ссавила более 10 миллионов гектаров. Да, это больше, чем в прошлом году. Но я исключительно акцентирую внимание на то, что это площадь, пройденная пожаром. Это не значит, что эта территория сгорела. Как цыплят по осени считают, так, собственно говоря, и погибшие деревья считают уже в следующий сезон, период хроматизации. Если брать весенние лесопожарные сезоны, когда мы прекрасно понимаем, что только что сошёл снег, сухая подложка, но тем не менее достаточно сырая почва, и когда возникают лесные пожары, то сгорает та самая лесная подложка. Это не значит, что, собственно говоря, сгорел лес. Сгорел лес, можно однозначно сказать, когда идёт площадной пожар, верховые пожары. Всё это совершенно точно. Так вот, по чиновничею в абсолютных величинах, у нас в прошлом году площадь пожаров составила чуть больше пройденной огнём, 9 миллионов, сгорело леса 160 тысяч гектаров. И эти данные, они ежегодно верифицируются субъектами Российской Федерации. Каждый субъект подаёт, мы это, собственно говоря, компонуем. Всё, что касается декларации «Глаза по лесам», конечно же, мы приветствуем. Почему? Ну, такого внимания по климатической повестке, по лесной повестке мы можем только приветствовать. По той простой причине Россия, как и многие другие страны, как США, Канада, Скандинавия, она имеет большую площадь бареальных лесов. Потому что у нас не только многие страны обладают возможностью, там имеют тропические леса, бареальные леса, они имеют свою особенность. И вот здесь сконцентрировать совместные усилия на каких-то научных методологических основах, чтобы понять, каковы возможности бареальных лесов, то здесь непочатый край. Да, пандемия внесла свои коррективы, мы достаточно успешно контактировали до этого и с организациями Соединённых Штатов Америки, Канады. Я уверен, что после этой декларации все страны, на территории которых находятся бареальные леса, мы и на площадке ООН, эти вопросы будут заново подняты. Россия активно желает и будет участвовать в этих вопросах. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. На самом деле, то, что Вы сказали, и те цифры, которые Вы привели здесь, говорит об открытости и прозрачности. Мы их не скрываем. И на самом деле и нашей готовности работать вместе со всем мировым сообществом, экспертным сообществом, для того, чтобы как раз и решать эти проблемы. Поэтому большое Вам спасибо за ту работу, которую Вы делаете. Алексей Евгеньевич, в Вашем выступлении, заканчивая, Вы сказали, что со следующей недели будете уже готовиться к КАП-27. А что Вы имели в виду? Имел в виду, что мы должны, во-первых, осмыслить итоги КОП-26, и не только по, как говорится, нашей кафедре, не только по тематике, связанной с атомной энергетикой, но и в целом. Смотрите, вообще что важно. Мы часто, говоря об энергетическом переходе, говорим в основном, по крайней мере, в нашей дискуссии, об электрогенерации. Очевидно, вопрос гораздо шире. И в этом смысле, если, скажем, тоже увеличение в России с 20% до 25% в электрогенерации удельного веса атомных мощностей, ну, ответ и часть дороги вперед, то, с точки зрения, допустим, теплогенерации, с точки зрения транспорта, промышленности, индустрии, углеродный след до конца еще не осмыслен. Это неплохо было бы сделать. Второе, что, на мой взгляд, тоже важно, это принципы, с которыми мы будем подходить. Смотрите, ведь на КОП-26 состоялась еще некая политическая дискуссия. Она тоже очевидна. И видна политизация, к сожалению, этого процесса. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы, так как мы вот слаженно смогли подействовать в части ядерной повестки с нашими зарубежными партнерами, также позаниматься и больше практической, меньше политической части дискуссии. Ну, невозможно решить проблему энергетического перехода и экологического прорыва в тех политических координатах, в которых мир живет последние годы. Ну, это вопрос невозможно сделать, точечно, сошел. Это общее дело. Но здесь придется кое от чего отказаться. Отказаться от явной политизации. Отказаться от такого, я бы сказал, такого очень примитивного понимания энергоперехода, как переключения некого счетчика. То есть, некого тумблера, да, от незеленых к зеленым нет никакого счетчика. Нужны очень серьезные экономические просчеты, нужны серьезные технологические модели и осмысление, собственно, сколько денег и сколько лет потребует создание необходимых мощностей. Вот, к сожалению, этой дискуссии не идет, понимаете, ее бы надо начать. То есть, надо ее инициировать необходимо. Конечно, конечно. И не только с точки зрения электроэнергетики, но и с точки зрения, ну, вообще, скажем, энергопотребления планеты. Третья тема. Отказаться от некоторых догм, в частности, ну, на мой взгляд, такой пещерной радиофобии совершенно, и настраивать мировую мысль на консолидацию новых технологических решений создания фактически четвертого поколения атомной энергетики на планете. И в этом смысле, смотрите, как расширяется количество стран, имеющих атомные мощности. 40-е, 50-е годы и 60-е прошлого стрелять – это элитный клуб. Значит, рубеж этого века – это чуть шире. Но сейчас страны совсем-совсем разные. Бангладеш, Египет, Турция строят у себя большие станции, многие замахиваются на малые. Вот, поэтому, Владимир Владимирович, вот, чтобы коротко подвести итог своей длинной дискуссии, я бы хотел, своей длинной выступлении излишней, может быть, я бы хотел сказать, что для нас очень важны итоги, и для нас это не столько результаты, сколько выводы и домашние задания. И вот с этим домашним заданием мы поедем, нам все понравилось, с точки зрения вот очередного шага, да, но как король умер, да здравствует король, поэтому за следующей неделе начнется подготовка к 27. КОП-20. Алексей Евгеньевич, спасибо большое, знаю ваш подход, вы, конечно, всегда очень тщательно выйдете. Коллеги, к сожалению, наше время мы уже перебрали по времени, организаторы здесь там дают финиш-плиз. Я бы хотел сказать, что на самом деле то, что мы здесь пытались представить, я надеюсь, донесли до вас, смогли донести до вас, прежде всего говорит о том, что мы серьезно работаем над проблемами климата в нашей стране. К сожалению, может быть, недостаточно знают в мире об этом, и мы будем стараться доносить эти все мысли до международного сообщества, для того, чтобы видели и нашу амбициозность, и наше стремление работать вместе с мировым сообществом, потому что здесь границ нет, климат про границы не знает, не слышал, и действительно здесь только совместными усилиями все страны мира смогут решить эту проблему, которую действительно очень много может сделать. Если мы ее не решим, то здесь, конечно, очень много чего может произойти плохого на нашей планете, чего бы нам всем не хотелось. Именно это нас сюда сегодня всех и привело в Глазго. Всем большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ